Всех приветствую, мои дорогие друзья, братья, сестры, во Христе сегодня у нас с вами будет проповедь. Тем проповедь, как вы уже видите, церковь. Ключевое местописание сегодня у нас с вами будет Матфея 16, 18. Я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Очень важно понимать, что греческое слово «экклесия» относится к собранию людей, призванных буквально вызванных откуда-либо и собранных воедино. В Новом Завете это слово означало в основном общину, собрание божьих людей во Христе, которые сходились как граждане Божьего Царства, Ефесянам 2,19. Прежде чем мы откроем Ефесянам 2,19, хотел бы сказать, друзья, к сожалению, сегодня люди не понимают правильное значение этого слова. То есть, для людей слово «церковь» – это, скорее всего, здание. То есть, люди понимают слово «церковь» как какое-то религиозное здание. То есть, там с крестами, возможно, с иконами и так далее. Друзья, слово «церковь» появляется только в Новом Завете. В Ветхом Завете был храм. В Новом Завете слово «храм» относится к храму «тело», то есть, там, где живет, присутствует и находится Духа Святого. То есть, слово «храм» не относится к зданию в Новом Завете. церковь экклесия это собрание верующих людей во иисуса христа собрание людей это не здание это не дом это люди церковь это собрание людей значение слова церковь это собрание людей Просто, чтобы вы понимали, чтобы вы знали. Потому что, к сожалению, немногие это знают, и немногие это знают, и немногие понимают значение этого слова. Я повторяюсь. И это очень большая беда, друзья, сегодня для верующих людей. Так, представим с вами Ефесянам 2.19. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но согражден не святым и свои Богу. Для поклонения Богу, то есть, это собрание Божьих людей во Христе, которые сходились как граждане Божьего Царства для поклонения Богу. Слово «церковь» может относиться к поместной церкви. Прочитаем с вами, давайте, вот, нет, прежде, к поместной церкви или к мировой церкви. Давайте прочитаем с вами про поместную церковь. Это Евангелие от Матфея 18.17. «Если же не послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушает, то добудет он тебе как язычник и мытарь». Также прочитаем с вами Деяния Святых Апостолов 15.14. «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». Прочитаем с вами про мировую церковь. Это Евангелие от Матфея 16.18. Я прошу прощения, солнце меняется очень сильно, то есть у меня, вот, вы видите, то светло, то темно, меняется яркость. «Я говорю тебе, ты, Петр, носим камни, и я создам церковь, и мои врата ада не одолеют ее». Также давайте с вами прочитаем Деяние 20.28. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюдцителями, пости церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своею». Прочитаем с вами также послание к Ефесянам, 2 глава, 21 по 28 стихи. Прочитаем с вами, давайте, с 20 стиха, чтобы было понятно, а то сейчас иначе скажут, а вот ты говоришь не про здание, а тут написано про здание. Давайте с 19 даже стиха, 2 послание к Ефесянам, с 19 по 22 стихи. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа, краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает святой храм в Господе, на который и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Первое. Церковь представлена как народ Божий, совокупность искупленных верующих, которая стала возможной благодаря смерти Христа. «Этот народ странники, пришельцы и принадлежащие, не принадлежащие больше этой земле, главная задача которых сохранять живые личные взаимоотношения с Богом». Ну что ж, давайте с вами прочитаем. Церковь представлена как народ Божий. Это 1 Коринфянам 1.2. Давайте прочитаем с 1, с 1 лучше по 2 стихи. «Павел волею Божией, призванный апостол Иисусу Христа, Иисус Фенбрат. Церковь Божия, находящаяся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванном святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас». Также 1 Коринфянам 10.32. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни елинам, ни Церкви Божьей». Так, давайте также с вами прочитаем 1 послание Петра, 2 глава 4 по 10 стихи. «Приступай к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовное, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. И высказано в Писании, вот я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Совокупность искупленных верующих, которая стала возможной благодаря смерти Христа. 1 Петра, 1 глава, 18-19 стихи. «Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Этот народ – странники, пришельцы, не принадлежащие больше этой земле». Евреям 13 глава, 12 по 14 стихи. «То Иисус, дабы осветить людей, кровью своей пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему застан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Главная задача которых – сохранять живые личные взаимоотношения с Богом. 1 Петра, 2-5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовного священства святое, чтобы приносить духовные жертвы благоприятны Богу Иисусом Христом». И также посмотрим с вами Евреям 11, 6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Этот стих описывает, что есть, собственно, вера. Первое, мы должны верить в существование вечного святого Бога, который заботится о нас. Второе, мы должны верить в то, что Он вознаградит нас, если мы будем искать Его, зная, что величайшее наше вознаграждение – это радость и присутствие самого Бога. Он насчитывает наша великая награда. Бытие 15, 1, Терозаконие 4, 29, Матфея 7, 7-8 стихи. Также Иоанна 14, 21. Третье, мы должны с доверием искать Бога и искренне желать Его близкого присутствия и благодати. Второе, церковь призвана, вызвана из мира в Царство Божье, отделение от мира внутренней, присущей природе церкви. Будучи отделен от мира, верующий вознаграждается тем, что Господь – Его личный Бог и Отец. Второе Коринфянам, 6 глава, 16 по 18 стихи. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог. Силюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, и потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Сидержитель». Это ключевое также слово, друзья мои, о том, что связано, что какая совместность храма Божия с идолами. «Ибо вы храм Бога Живого, то есть мы храм Бога Живого, внутри нас находится Святой Дух. И нам не нужен какой-то храм, то есть нам нет нужды выстраивать какие-то непонятные здания с изображениями или какими-то религиозными предметами, которые просто не нужны». Третье. Церковь – это храм Бога и Святого Духа. Посмотрим с вами 1 Коринфянам, 3,16. «Но разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Здесь подчеркивается, что вся церковь, все собрания верующих – это храм Бога и место обитания Святого Духа. Также стих 9, 2 Коринфянам, 6,16 и Фессианам, 2,21. «Как храм Бога среди разращенного общества Божий народ в Коринфе не должен был участвовать в зле господствовавшем в том обществе и отвергать все виды безнравственности. Божий храм должен быть святым», стих 17, «потому что Бог свят». Также в сравнении с 1 Петра, 1 глава, с 14 по 16 стихи. 2 Коринфянам, 6 глава, 6 глава, интересно, здесь как-то написано, 14-7. Вот, друзья мои, как здесь написано, 6 глава, с 14 стиха по 7 главу, 1 стих, вот как здесь написано. Давайте с вами прочитаем. «Не преклонитесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» Велиар, это чтобы понимали, это сатана, то есть это одно, скажем, из имен. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и чарями, говорит Господь Содержитель». И 7 глава, 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Также прочитаем с вами Ефесянам, 2 глава, с 11 по 22 стихи. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанными плотскими обрезанием, совершаемым руками. Что вы были в то время без Христа, очуждены от общества израильского чуждо заветов, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов, пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на которой вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Также прочитаю первое послание Петра, вторую главу, с 4 по 10 стихи. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устроите из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». И высказано в Писании, «Вот, я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, который они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, и люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы, чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а теперь а ныне помилованные». Эта истина церкви требует отделения от неправедности и мирской языческой безнравственности. Церковь есть тело Христа. Это говорит о том, что ни одна истинная церковь не может существовать без живого соединения ее членов со Христом. Глава тела – Христос. Итак, церковь есть тело Христа. 1 Коринфянам, 6 глава, с 15 по 16 стихи. «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, одни мули члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющейся блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано «два будут одноплоть». Также прочитаем с вами первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 16 по 17 стихи. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христова хлеб, которую преломляем, не есть ли при общении тела Христова один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Также 12 главу давайте с вами прочитаем первое послание к Коринфянам, 12 по 27 стихи. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет «я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит и к телу? Если уху скажут «я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все тело – слух, то где обаяние? То где обоняние? Но Бог расположил члены каждой в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке «ты мне не надобно» или также «голова ногам, вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печенье. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле. И все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Становится ли один член, славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы, тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Это я чуть на один стих побольше прочитал, то есть до 28-го, а нужно было до 27-го, но ничего страшного. Итак, смотрим с вами дальше. Это говорит о том, что ни одна истинная церковь не может существовать без живого единения ее членов со Христом. Глава тела Христос. Прочитаем с вами Колоссянам, 1 глава, 18 стих. И он есть глава тела церкви. Он начаток первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Также прочитаем с вами послание к Ефесянам, 1 глава, 22 стих. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главой церкви. Также прочитаем с вами послание к Ефесянам, 4 глава, 15 стих. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. 5 глава, послание к Ефесянам, 23 стих. Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви. И он же спаситель тела. 5. Церковь, невеста Христа. Этот образ подчеркивает преданность, покорность и верность церкви Христу. Любовь Христа к церкви и близость с ней. Итак, давайте с вами прочитаем 2 Коринфянам, 11 глава, 2 стих. 6. Ибо я ревную о вас ревностью Божью, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву. 7. Так же послание к Ефесянам, 5 глава, 22 по 27 стих. 8. Так, послание к Ефесянам, 5 глава, 22 по 27 стих. 9. Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос есть глава церкви, и он же спаситель тела. 10. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. 11. Мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющего пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непокорна. Прошу прощения, свята. Свята и непокорна. Также прочитаем с вами книгу Откровений, 19 глава, 7 по 9 стихи. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши блаженный званный на брачную вечерю Агнца, и сказал мне сию суть истинные слова Божии». Шестое. Церковь – это духовное общение, греческое кайнония. Это подразумевает пребывание в церкви Святого Духа, единство Духа и крещение Духом. В этом общении должна проявляться явная любовь и забота друг о друге. Итак, с вами прочитаем церковь – это духовное общение. 2 Коринфянам, 13-14. 2 Коринфянам, 13 главе, здесь 14 стиха нет. Да, друзья, здесь написано 2 Коринфянам, 2 Коринфянам, так, 2 Коринфянам, 13-14. Только 14 стиха нет, есть только 13, то есть 2 Коринфянам, 13-13, скорее всего. «Благодарить Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Ключевое слово здесь – общение Святого Духа. Я прошу прощения, ставил паузу, там еще собака, чья-то заседская. Во. Слышно. Гавкает. Походу, на курей бросается. Также прочитаем с вами послание филиппийцам, 2 глава, 1 стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада, любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность. Это подразумевает пребывание в Церкви Святого Духа. Луки, 11 глава, 13 стих. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у него. Прочитаем с вами также Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 по 39 стихи. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Си сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Также прочитаем с вами 20 главу Евангелия от Иоанна, 22 стих. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого, единство Духа». Ефесянам 4 глава, 4 стих. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». И крещение Духом. Деяние 1 глава, 5 стих. «Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Также Деяние 2 глава, 4 стих. «Исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Итак, Деяние Святых Апостолов, 8 глава, 14 по 17 стих. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги». Это я чуть дальше прочитал на 1 стих. Ну, давайте уж немножко дочитаем. «Говоря, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духу Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Также прочитаем с вами Деяние Святых Апостолов, 10 глава, 44 стих. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих, слышавших слово». То есть, глядя на эти местописания, друзья, мы с вами можем понимать, что нельзя за деньги получить дар. То есть, даром получили, даром давайте. И также нельзя, это очень важно, ни в коем случае предлагать деньги за получение этого дара и получать деньги за получение дара и Духа Святого. И, следовательно, также, что когда люди слушают слово, на них сходит Дух Святой. То есть, чем больше мы исполнены Духом Святым, тем больше есть вероятность, возможность, что на людей, которые будут слушать наше слово, возможно, я сейчас слушаю слово, и Дух Святой действует и сходит на вас. Возможно, когда вы говорите кому-то, будучи исполнены Духом Святым, и Бог действует через вас, и люди слышат слово. И каятся, или, возможно, слово мудрости какое-то также слышат и принимают. То есть, и так, и так. Также прочитаем с вами Деяние, 19 глава, с 1 по 7 стих. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефис и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веровов? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть в Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не сшедший на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. То есть, друзья, также это важное местописание, которое нам с вами говорит о необходимости также получения дара Святого Духа, чтобы это вы также понимали и знали. То есть люди, как правило, в религии не особо понимают, что это такое. То есть я разговаривал, когда с соседом, он православный, и я ему говорил, что получили ли вы рождение свыше. И он сказал, что он не знает, что это такое. То есть он потом сказал, что у нас это называется благодать. Только да, я не по правилу не сказал, что это не благодать. Но как бы понимание благодати, оно у всех разное. Но рождение свыше, когда происходит, человек это чувствует. Когда у человека возрождается Дух. Потому что человек может просто пребывать в церкви десятками лет, но Дух у него не возрожден. То есть у него может быть мертвый Дух. И этот человек, он не спасен. То есть Иисус же сказал, что тот, кто не родится свыше, тот не сможет увидеть Царство Небесного. То есть человек, у которого Дух мертв внутри, он не сможет получить дар вечной жизни. Это говорится не о крещении Святого Духа, не о крещении Святым Духом, а о возрождении свыше. То есть это важно, друзья мои, то, что человек это знал. Это обязательно нужно знать. В этом общении должна проявляться явная любовь и забота друг от друга. Давайте прочитаем с вами Иван Глятена, 13 глава, с 34 по 35 стихи. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. Долюбите друг друга, потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Седьмое. Церковь – это духовное служение, греческая диакония. Она служит дарами, греческая харизмата, данными Святым Духом. Римляна, 12 глава, 6 стих. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчествуй по мере веры. Также прочитаем с вами 1 Коринфянам, 1 глава, 7 стих. Так что вы имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Также прочитаем с вами 1 Коринфянам, 12 глава, с 4 по 11 стихи. Дары различны, дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом. Иному вера, тем же духом, иному дары исцеления, тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сии производят один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Также прочитаем с вами 1 Коринфянам, эту же главу, 12, с 28 по 31 стихи. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями дали, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Также прочитаем в своем послании к Ефесянам, 4 глава, 11 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Восьмое. Церковь – это воинство, ведущее духовную войну, сражающийся мечом и силой Святого Духа, в борьбе против сатаны и греха. Дух, которым исполнена церковь, – это воин, сражающийся мечом живого Слова Божьего, освобождающий людей от господства сатаны и побеждающий все силы тьмы. Итак, прочитаем с вами воинство, ведущее духовную войну, сражающийся мечом и силой Святого Духа. Ефесянам, 6 глава, 17 стих. И шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божье. Дух, которым исполнена церковь, – это воин, сражающийся мечом живого Слова Божьего, освобождающий людей от господства сатаны и побеждающий все силы тьмы. Прочитаем с вами деяния святых апостолов, 26 глава, 18 стих. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и шребий с освященными». Эфесянам, 6 глава, 10 по 18 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облегитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша броня не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злого поднебесных. Для сего примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостоять день злой, и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припаясь в чресло вашей истинной, облегшись броню праведности, и обувь ноги готовностью благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, который возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть в Слово Божье. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время, и старайтесь тем самым со всяким повстоянством и молением о всех святых». О всех святых, друзья мои, чтобы вы имели представление, понимание. Молитва о всех святых, друзья, это те, кто верующие в данный момент. Святые и те, кто верующие в данный момент борются против греха. То есть это речь идет о церкви. О церкви, друзья мои, не об умерших святых, а живых на данный момент святых. О церкви, которая ведет духовную войну. Чтобы вы понимали. Те, кто не понимают, просто смотрят, возможно, не понимают. Это я вам поясняю. Также прочитаем в своем послании к евреям, 4 главу, 12 стих. «Ибо Слово Божье живое и действенное, и острее всякого меча, боя до острого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Прочитаем с вами также, друзья, давайте книгу «Откровения», 1 главу, 16 стих. «Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Также 2 главу, 16 стих. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». 19 глава, 15 стих. «Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точилове на ярости и гнева Бога Вседержителя». И также 21 стих этой же главы. «А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Церковь. Столб и утверждение истины. Первое послание Тимофея, 3 глава, 15 стих. «Она поддерживает ту истину, чтобы Бог был явлен миру, так как основание держит здание. Церковь должна поддерживать эту истину и хранить, защищая от извращений и лжеу учителей». Давайте прочитаем с вами Первое послание Тимофея, 3 глава, 15 стих. «Чтобы, если замедленно ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь, Бога живого, столб и утверждение истины». Также с вами прочитаем послание к филиппийцам, 1 глава, 16 стих. «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих». Кажется, я немножко ошибся, мне почему-то кажется, что это послание к Филимону, потому что примечания на это местописание у меня нет. Да, кажется, к Филимону. «Не как уже раба, но выше раба брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Рабство не может существовать среди верующих, видевших правду христианского братства. К Аниссиму больше нельзя относиться как к рабу, а как к верующему возлюбленному брату, к тому, кто для Бога равен апостолу Павлу и Филимону». Также Колоссянам 3.22, можете прочитать, друзья, отдельно. Также прочитаю свои послания Иуды, 3 стих. «Возлюбленные, имея все усердие, писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Те, кто верен Христу, имеют серьезный долг, подвязаться за веру, которую Бог передал апостолам и святым». Это также филиппийцам 1.27, 1 апостолам Тимофею 1.18, 6 глава, также 12 стих. Это 1 апостолам Тимофею. «Первая вера состоит из Евангелия, провозглашенного Христом и апостолами. Это вечная неизменная истина, данная Святым Духом и воплощенная в Новом Завете. Однако вера, в кавычках, это больше, нежели объективная истина. Это также образ жизни в любви и чистоте, Колоссянам 1 глава с 9 по 11 стихи и 1 апостолам Тимофею 1 глава 5 стих. Это царство, которое приходит в силе крещения всех верующих Святым Духом и крещения Святым Духом, чтобы они могли провозглашать Евангелие всем народам, Марка 16 глава с 15 по 17 стихи. Первое послание Фессалоникийцам 1 глава 5 стих. Чудесами, знамениями, дарами Святого Духа. Деяния 2, 22. И также 14 глава 3 стих. Римлянам 15, 19. Евреям 2, 4. Второе слово подвизаться, греческое эпогонизумае. Характеризует битву, которую всякие верные христиане должны вести в защиту веры. Буквально это означает бороться, страдать, быть в великом напряжении или сражаться в битве. Мы должны идти до конца в защите Божьего слова и новозаветной веры. Даже если это будет стоить потерям учительной борьбы, мы должны отвергнуть себя, если нужно принять мученичество за Евангелие. Второе Тимофею 4, 7. Третье подвизание за веру означает, а, прямое противостояние тем в церкви, кто отрицает авторитет Библии или извращает древнюю веру, которую представляли Христос и апостолы. И б, провозглашение всем людям ее искупительной истины. Иоанна 5, 47. Те, кто искренне предан Христу и полной новозаветной вере, никогда не должны допускать, чтобы благая весть ослаблялась, чтобы ее авторитетом поступались, ее истины извращались. Это то, что, друзья мои, вы просто обязаны знать об извращении. То есть люди то, что извращают Писание сегодня, ныне, различными родами я продолжаю говорить о том, что религиозными, какого-то формата учениями, когда люди добавляют какие-то там предания святых отцов и там прочее, какие-то там святым что-то повиделось, почудилось, какие-то сны приснились, и они начинают это дописывать, добавлять в какие-то определенные истины, во что начинают люди верить. Это все ложь и обман полнейший. То есть, что возможно, это чистилище, мотарство и все прочее, 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 в то, что люди верят сегодня. То, что не является истиной. То, что идет против Писания. То есть написано, что однажды человеком положено умереть, а затем суд. Все. Никто ничего нигде не проходит. Никакие не мотарства, ничего прочего. То, что не является истиной. Это как минимум факт, друзья мои. Для полного понимания рекомендую прочитать вам, откуда все это появилось. Книга такая есть, очень интересная. Смотрим с вами дальше. Десятое. Церковь – это народ, имеющий надежду на будущее. Эта надежда заключается в возвращении Христа за своим народом. Иоанна 14.3. Также прочитаем с вами сейчас 1 Тимофея 6.14, 2 Тимофея 4.8, Титул 2.13, Евреям 9.28. Давайте начнем, наверное, с Евангелия Теана, 14 глава, 3 стих. Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Итак. Первое. Как бесспорно то, что Христос ушел на небо, так неоспоримо то, что он вернется из места обитания своего Отца и возьмет своих последователей с собой на небо. Также сравнение 17.24, можете прочитать Евангелия Теана. Место, приготовленное для них, это надежда всех верующих, высшая и окончательная цель – возвращение Господа, чтобы верующие вечно были с ним. Второе. Слова «возьму вас к себе» относятся к восхищению, когда все живые верующие восхищены будем на облака, встретение Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4.17. Третий. Приход Христа за его верными даст им возможность избежать будущей годины испытаний, которая придет в мир. Луки 21.36, 1 Фессалоникийцам 1.10. Также 1 Фессалоникийцам 5.9 и Откровения 3.10. Четвертое. Это славное вечное воссоединение, доктрина, дающая утешение для всех последователей Иисуса, желающих вечно быть с Господом. Утешайте друг друга с теми словами. 1 Фессалоникийцам 4.17 по 18 стихи также. Что же мы с вами смотрим далее? 1 Тимофею 6.14 стих. «Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрим также второе послание Тимофея 4.8 стих. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день Он и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Смотрим с вами также послание к Титу, 2 глава, 13 стих. Итак, читаем, друзья. Титу 2.13. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Смотрим с вами также Евреям 9.28. «Так как Христос однажды принес себя в жертву, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, и во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его спасения». То есть мы с вами понимаем, друзья, что второй раз Христос явится уже, как говорят, да, якобы, чтобы, может быть, кто-то считает, что забрать вообще всех людей полностью, скажем, или оставить самых-самых-самых-самых злых каких-то, может быть, убийц или еще кого-то, и забрать вообще всех людей, да. Но все имеют, наверное, разное понимание, что или просто придет Христос, всех спасет, заберет с собой. На самом деле, друзья мои, оказывается, что не то и не то. То есть не верующих в Иисуса Христа, не принимающих Его, людей, которые не покаялись, или люди, которые просто, ну, скажем, самоправедные, считают, что они не такие уж и плохие, или они очень хорошие, наоборот, считают, но при этом думают, что им Бог не нужен, что они как бы соблюдают просто вот закон, и по закону спасутся, друзья. Очень ошибочное мнение. Такие люди, послание к римлянам написано для иудеев специально, что по исполнению закона человек не спасается, если человек повинен в одном, будет виновен во всем. А соблюсти весь закон в идеале невозможно. Это сделал только Иисус. То есть, по сути, было бы возможно, если бы было бы возможно соблюсти весь закон, но этого не способен сделать никто. И это видно, друзья, в каждом дне нашей жизни, если мы ее будем очень внимательно проверять. Мы увидим, что в идеале, я лично наблюдаю за собой, могу сказать, лично за себя, я вижу за собой, что я соблюсти закон в идеале просто не способен. Это невозможно. Причем согрешаем. Оказывается так, что, замечая за собой, согрешаю даже порой вот настолько много, видя, понимая, что здесь я согрешил, здесь я согрешил, здесь я согрешил. И понимая, что мы просто, друзья, не идеальны. Далеко очень от Божьей праведности мы отстоим. И одиннадцатая, последняя, заканчиваем. Церковь как видимо, так и невидимо. А. Невидимая церковь – это тело истинных верующих, объединенных своей живой верой во Христа. Б. Видимая церковь состоит из поместных общин, из тех верующих в них, которые являются верными победителями. Прочитаем с вами книгу «Откровения», 2 глава, 11 стих. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Это очень важно, друзья, чтобы вы также понимали, у нас как раз об этом была проповедь. Да, то есть «Имеющий ухо да слышит». «Имеющий ухо слышит», 17 стих, читаем. Книга «Откровения», 2 глава, 11 стих. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». А, то есть, видите, даже получается, что у нас будет имена, по всей видимости, новые. Ох. Наверное, Юранко меня звать не будут на небесах, как я понимаю. Эх. Было бы очень интересно, потому что, я думаю, ни у кого бы там больше такого бы имени не было. Ну, ладно. 26 стих этой же самой главы. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Также с вами посмотрим, так, 2 главу давайте, 7 стих. 2 главу, 7 стих. И почитаем с вами примечание. «Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Побеждающий, греческий Никон. «Тот, кто по милости Божьей принят по вере в Христа, пережил новое рождение, пребывает неизменно в победе над грехом, миром и сатаной». 1. «Окруженный великим сопротивлением и искушением побеждающий, отказывается следовать миру и всему противобожественному видимой церкви». Стих 24. «Он слышит и отвечает на то, что Дух говорит церквам, остается верным Христу до самого конца». Стих 26. «И принимает только Божий стандарт, открытый в его святом слове». 3.8. Это откровение 3.8. 2. «Побеждающий в церквах Божьих и только побеждающий станет есть от дерева жизни и не пострадает от второй смерти». Стих 11. «Получит сокровенную ману и новое имя на небесах». Стих 17. То есть у нас новые имена будут. «Приобретет власть над народами». Стих 26. «Имя его не сгладится из книги жизни, а будет исповедано Христом перед его отцом и ангелами». 3.5. «Он прибудет с Богом в храме его, и будут написаны на нем имена Бога Христа и Нового Иерусаля». 3. «Он восседет с Христом на его престоле». 3. «Иловекий будет чадом Божьим». 3. «Секрет успеха побеждающего в искупительной смерти Христа, в его верном свидетельстве об Иисусе и его стойкой любви к Христу даже до смерти». 12. 11. 1. Иоанна. 5. 4. Нужно заметить, что либо мы побеждаем грех, мир, сатану, либо они побеждают нас, и тогда мы неизбежно оказываемся в озере огненном. Стих 11. 3 глава, 5 стих, 20 глава, 15 стих и 21 глава, 8 стих. Среднего пути нет. Это даже написано, друзья мои, чтобы вы понимали. Среднего пути нет. Нету ни рай, ни ад где-то посерединке. Там ни самый хороший, ни самый плохой. Такого нет, друзья. Есть только два царства. Царство Божье и царство сатаны, вечных мучений. Думайте, решайте сами. Я думаю, вы умные, здравые ребята и все прекрасно понимаете. Смотрим дальше. И тех, которые исповедуют себя христианами, но фактически являются ложными верующими. Прочитаем с вами книгу Откровений 2.2. То есть, еще раз повторяюсь. Не каждый говорящий написан мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное. То есть, не каждый говорящий, даже люди, которые будут называться верующими, они могут не быть верующими. Поэтому нам важно всегда себя проверять, верили мы, пребываем или нет. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. Нашел, что они лжецы, друзья. Понимаете? Не спавшими. Также, смотрите, давайте прочитаем полностью предложение. От начала до конца, и тогда с вами пройдемся по местописанию. Так, давайте посмотрим. Видимо, церковь состоит из поместных общин, из тех верующих в них, которые являются верными победителями. И те, которые исповедуют себя христианами, но фактически являются ложными верующими. Не спавшими, духовно мертвыми и теплыми. Вот. Ну что ж. Давайте прочитаем с вами, мы прочитаем с вами о ложных верующих. Теперь прочитаем с вами о не спавших. Вторая глава. Пятый стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, и если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места, его если не покаешься. Друзья мои. Христос отречется от всякой общины или церкви и изгонит ее из своего царства, если она не покаяться в том, что оставила любовь и подчинение Господу Иисусу Христу. Духовно мертвыми. Откровение. Давайте прочитаем с вами. Откровение 3.1. И ангелу Сардийской церкви напишет, так говорит, имеющий семь духов божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя мое, будто жив, но ты мертв. Церковь Сардийской церкви была духовно мертва, и только несколько ее членов оставались верными Евангелию. Внешне она казалась живой, действующей и имела репутацию успешной и духовной. Может быть, в ней происходили захватывающие прославления, но не было истинной силы и праведности Святого Духа. Однако Иисус видел внутреннюю жизнь и сердца людей. То, что важно знать и всегда, повторяю себя, проверять. И теплыми. Давайте с вами прочитаем. Откровение 3.16. Друзья мои. Есть такие вещи, как теплые церкви. То есть и вашим, и нашим, что называется, всем спляшем. Может быть, такое слышали, я думаю, выражение, но оно по факту есть. То есть и с язычниками одновременно, и одновременно с верующими людьми человек пребывает. В общении, в поведении, в разделении каких-то взглядов определенных. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. То есть написано, не холоден, не горяч. Давайте прочитаем с вами также здесь, что говорится. Эти слова описывают духовное состояние Ладийской церкви. Первая теплая церковь такая, которая идет на компромиссы с миром и окружающим обществом. Она исповедует христианство, в действительности являясь нищей и жалкой. Это третья глава книги Откровений. Христос строго предупреждает, вторая церковь, о его осуждении духовной теплоты. Стихи с 15 по 17. Третья. Христос искренне призывает церковь покаяться, вернуться к вере, праведности, откровению и общению. Стихи с 18 по 19. Четвертая. В эпоху теплой церкви обетования Христа для побеждающих церквей остается в силе. Он придет к ним в благословениях и в силе Святого Духа. Стихи с 20 по 22. Открывает дверь, которую никто не сможет запереть, так что они смогут прославить его имя и проповедовать вечную Евангелие. Стих 8, друзья. Что же, читаем с вами дальше. Давайте посмотрим. И, собственно, два местописания остались у нас с вами. Матфея 13, 24. Давайте с вами прочитаем. Матфея 13, 24. У нас здесь как раз таки с вами рядом. С открытой статьей 13, 24. Другую притчу предложил он им, говорят, царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Притча о пшенице и плевелах подчеркивает, что сатана будет сеять наряду с теми, кто сеет слово Божье. Поле – это мир, доброе семя – это верное царство. Стих 38, 13 главы Евангелия от Матфея. Божье, так. Так, среди народа, чтобы... Так, сейчас, верующие будут сеяться. Так, Евангелие. Первое. Евангелие истины, верующие будут сеяться по всему миру, стих 38. Сатана также будет насаждать своих последователей, сынов Лукао, стих 38. Среди Божьего народа, чтобы противодействовать Божьей истине, стих 25, 38 по 39. Второе. Основная работа посланцев сатаны внутривидимого Царства Божьего, церкви, заключается в подрыве авторитета Божьего Слова, бытие 3, 4. И распространение неправедности и лжеучений, стихи. Сравнение деяния святых апостолов, 20 глава, с 29 по 30 стихи. И второе. Христос позже говорил о великом обольщении среди его народа из-за этих так называемых христиан, которые фактически являются лжеучителями. Это у нас с вами лжеучителями, стихи 24 глава, 11 стих Евангелия от Матфея. Третье. Пребывание среди Божьего народа людей и сатаны ограничено во времени. Оно прекратится с окончательным уничтожением всех грешников при кончине века. Стихи 38 по 43. Другие притчи, потеркивающие ситуации, в которых верующие смешаны в кавычках с неверующими. Это 22 глава с 11 стиха по 14 стих, 25 глава с 1 по 30 стихи Евангелия от Луки, 18 глава с 10 по 14 стихи. Также вы можете прочитать, друзья мои, то есть о плевелах нам не дано, скажем, как было в Ветхом Завете, когда израильтяне язычников там где-то громили, гасили. Не дано нам такое право совершать такие деяния, как вырывать плевела, то есть истреблять, уничтожать. Сейчас у церкви другие цели, то есть не те, что были... Сейчас мы, ну-ка, под конец, конечно, понимаю, что поздновато я это сделал, но все-таки лучше поздно, чем никогда. Сейчас христианам дано другое правило, другое право действия вообще и вообще просто другие привилегии даны, скажем так, чтобы было понимание, да, то, что вообще, то, что нужно делать, в общем. И последнее местоописание это Деяние 12.5. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. То есть, что мы с вами здесь читаем? Церковь. Это у нас с вами комментарий также. В книге Деяний, как и в других местах священного написания, мы видим, каковы стандарты для требований, предъявляемые к новой заветной церкви. Первое. Прежде всего, церковь состоит из людей, собранных по местную общину и объединенных Святым Духом, прилежно ищущих верных и преданных личных отношений с Богом Иисусом Христом. 13 глава 2 стих, 16 глава 5 стих, 20 глава 7 стих. Римлянам 16 глава 3 по 4 стих и 1 коринфянам. 16 глава 19 стих, 2 коринфянам 11 глава 28 стих, евреям 11 глава 6 стих. Второе. Через мощное свидетельство церкви грешники будут спасаться, рождаться свыше, креститься в воде. Они будут участвовать в вечере Господней и ожидать восстанавливания Христа. 2 глава 41 по 42 стих, 4 глава 33 стих, 5 глава 14 стих, 11 глава 24 стих, 1 коринфянам 11 глава 26 стих. То есть, где то, что перечислил 2 глава 4, 5 и 11, это у нас книга Деяния апостолов. Друзья мои, на этом мы с вами завершаем нашу проповедь. Как раз час, можно сказать, мы практически уложились. Я надеюсь, что вам было понятно, что такое церковь, какой она должна быть и что она должна из себя представлять. Я искренне на это надеюсь, что время было потрачено не напрасно, с пользой, и вы смогли поназидаться и много для себя, возможно, понять и открыть. Так что всем Божьи благословений. Огромное спасибо за просмотр. С вами был ваш Юранко. До новых встреч у меня с вами на канале, в группе и в новых проповедях. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Не забудьте, пожалуйста, рассказать друзьям, оставить комментарий, свое мнение и группа ВКонтакте создана для христиан. Можете добавляться, заходить в общение, писать. С радостью, с удовольствием, прямого вас, друзья. Будем с вами вести общение и беседа на духовной теме, если вы желаете. Всем Божьи благословений. До новых встреч. С вами был ваш Юранко. Скоро увидимся и не переключайтесь. Пока-пока. Пока-пока.